Среди спортсменов-инвалидов, например, в Игоде нас не так много, как говорится, мы в тельняшках. Ребят, спасибо, что своим примером, целеустремленностью показываете другим людям, как надо, как можно сделать, несмотря на заболевания и прочие недостатки, которые, в принципе, есть и присутствуют всю нашу жизнь. Спасибо, ребята, за то, что вы здесь. Еще раз, надеюсь, сегодняшнее соревнование покажет тот максимум, который вы можете на данный момент. Это может быть не 100 кг, а может быть 60, в принципе, но это стремление к чему? Самое совершенствование к победе. Ребята, и вот такой у нас на прошлых соревнованиях мужчина, звали его Николай Попов. Кто-нибудь знал, кто-то у вас ограничен? Может, помнился? В общем, он недавно умер, я бы хотел бы всех присутствующих, так сказать, помянуть его, у меня внутри молчания. Пожалуйста, встаньте, кто может. Здравствуйте. Здравствуйте. Такое дискорто, как русский жим. Некоторые, даже здесь присутствующих, вот Александр, у нас сейчас принимают участие. Принимают, и Лисей Богданов двое. Ну, я немножко говорю. Вот, президент региональной федерации русского жима, правильно? Степан, может быть, он скажет по-русски? Представитель региональной отделения федерации русского жима, парни, приходили, уже соревноваться к нам. Кто-то показал, вообще супер, феноменальные, такие, первая элита Приморского края, вообще сорок и не гор, то есть каждое. То есть, поэтому, то есть, как бы, стесняться не надо, приходите к нам, то есть, как бы. Это, что такое русский жим, да? Это подъем фиксированного лица штанги на количество повторений, да? То есть, для вас это 55 килограмм, да? То есть, живете в течение пяти минут, 55 килограмм, живете, устали, положили на грудь, отдохнули, паузу на грудь, то есть, как снова вставали, и снова жмите. Сколько я вас даю, это даже по России, который не просто приветствует таких участников, как вы, то есть, активно их тянет, почему я еще и заняться по жеру слежу. Куда бы я здесь по городу, по федерации не обращался, чтобы привлечь вашу, чтобы вы выступали, ну, просто в ответ молчание. Поэтому, приходите, не стесняйтесь, если 55 килограмм для кого-то много, сделаем 45 килограмм, то есть, номинацию, чтобы посмотреть и почувствовать. Ближайшее соревнование 31 июля, 31 июля, это тренажерный зал Горилл на Крегина, Крегина-17А. Ну, вся информация в интернете есть, по 31 июля, с 10 до 11 извечений, для вас есть номинация, поэтому в любом случае приходите, пробуйте, то есть, и мы пройду-ли проводим каждые 3 месяца, то есть, соответственно, можно поставить, помимо личных рекордов, для себя, можно бить рекорды, то есть, как бы, ну, до России, да, получать звание, разряды, то есть, все это, то есть, как бы, для определенной категории Спортсм culinary肌 все это, то есть, бесплатно. Поэтому, приходите, все условия для вас есть, но вы нас пока что. Поэтому, если вдруг заинтересуетесь, через Игоря узнавайте, то есть, он всю информацию владеет по нашим поведениям. Поэтому, как говорится, добро пожаловать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Данный на суде сегодняшнего соревнования Артур Бегобородов. Здравствуйте. Дорогие друзья, начнем с начала торжественного построения с послушником России с сравнением на флаг. Потом я уже расскажу про технические моменты выполнения жима Лёжа, за что будем, и защитного офиса, и какие команды и судили, должны будут обязательно слушать. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Если готов, то можешь начинать. Команду рюкзак опускаем. Жив! Стойки! Дверь, взгляд! Дверь на штанге и семьдесят... Самостоятельно начинаем. Жив! Жив! Стойки! Вес в пят! Вес на штанге! Вес готов! Атак! Так! Жив! Стойки! Здравствуйте! А, давай, блядь! Вечером поговорим со мной. Джим, стойки, вверх и взгляд. Джим, стойки, вверх и взгляд. Будет у нас 85. Не торопимся, не торопимся. Давай, не поменимся. Давайте двадцатки. Десятки. 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 Готовимся к опулову. Вес готов. Вес готов. Жив. Вес готов. Жив. Сдойки. Сдойки. Были хорошие веса. Были, конечно, и неудачные попытки, но ничего. Это повод для нас в дальнейшем тренироваться, становиться сильнее, становиться лучше, ставить перед собой задачи и добиваться их. В этом и есть, в принципе, смысл нашей жизни. Постоянно чего-то надеялся. Давайте приступим к награждению. Первая весовая категория 60-75 килограмм. За третье место с результатом 55 килограмм вызывается русский Алексей Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Убредил. Тяжелом меняется. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо было молчать. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем! АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место с результатом 62,5 килограмма занял климат Игорь Витальевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем! АПЛОДИСМЕНТЫ Первое место с результатом 62,5 килограмма занял Васильев Антон Ильич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем! Держи грамоту! Выдуши! Стой! Подожди! И? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Второе место с результатом 80 килограмм занял Богданов Алексей Рафаилович. И первое место с результатом 85 кг занял Паченко Алексей Юрьевич Весовая категория 90-95 кг Третье место с результатом 70 кг занял Чепенко Сергей Владимирович Второе место с результатом 80 кг Воробьев Валерий Сергеевич И первое место с результатом 117,5 кг занял Терехин Александр Сергеевич Вы молодцы! Соревнования объявляют закрытыми Давайте! Божественное построение! С медалями, с наградами